Вкус Вкус – это сочетание качеств, присущих еде и напиткам. Он чувствуется не только во рту, но также, а иногда и больше, благодаря обонянию. Он передается с помощью вкусовых сосочков, рассыпанных по всему языку и рту. Разный вкус образуется из-за химического состава того, что мы едим. Например, остроту вызывают ионы водорода в кислотах, а сладость – органические соединения, например, спирты и сахары. Одни вещества мы чувствуем лучше других. Так, вкус сахарина мы ощущаем в 700 раз сильнее, чем вкус тростникового сахара. Удивлены? Тогда приготовьтесь узнать о поразительной силе нашего обоняния. До собак нам далеко, но, тем не менее, наши способности впечатляют. Наше обоняние где-то в 10 тысяч раз сильнее нашего вкуса. Как и в случае со вкусом, считается, что существует определенное количество запахов, которые мы можем распознать, например, фруктовый, цветочный или запах гарри. Но эти общие наименования чересчур приблизительны. Так только в кофе ученые выделили более 100 ароматических компонентов. Наша любовь к пище не сводится к одному аромату и вкусу. Возьмите, к примеру, перец чили. Люди любят его не только за вкус, но и удовольствие, которое получают от его остроты. Но ведь это не вкус. Остроту перца в чили вызывает вещество капсаицин, без вкуса и запаха. Капсаицин влияет на работу клеток рецепторов, позволяя им пропустить поток ионов кальция. Тут же поступает болевой сигнал, очень похожий на боль от настоящего ожога. Полезный совет. Капсаицин не растворяется в воде, но с легкостью растворим во многих жирах и алкоголь. Поэтому вазочка жирного мороженого быстро справится с горящим горлом. Почему же одни вкусы мы любим сильнее других? Ответ заключается в том, что мы приучаем любить определенный запах и вкус, другими словами, всякий вкус, приобретенный. Этим можно объяснить культурную общность вкусов. Однако наши предпочтения начинают формироваться в очень раннем возрасте, в действительности еще в материнской утробе. Так что весьма возможно, что мы учимся любить, по крайней мере, привыкаем к тому, что ест мама. Поэтому, если вы не можете прожить без чили или шоколадозависимый, не забывайте, рот не единственное важное. Вспомните аромат кофе.